В спортивном клубе недалеко от Москвы 70 мужчин и женщин изучают основы и навыки военного дела из-за конфликта в соседней Украине. Они подписались на бесплатное обучение, которое проводит Илья Шадриков. Он бывший капитан ФСБ, управление элитного спецназа, одно из самых элитных подразделений специального назначения России, развернутое в зонах конфликтов. Вы знаете, мы здесь не в игрушки играем. Мы ни в коем случае не считаем это контрударом. Есть только одна причина. Когда над Россией собираются темные грозовые тучи, русский народ объединяется. Это не так уж сильно связано с текущей ситуацией. Я говорю в более общем плане. Раньше такие занятия проводились в советские времена, чтобы объяснить основы. Здесь мы даем им немного больше, чем основы, возможно, для расширения их кругозора. Шесть человек с моего курса уже ушли добровольцами. Они успели пройти восемь уроков нашей подготовки. Но они были готовы и раньше. Обучение немного подстегнуло их. Люди, которые приходят сюда, придерживаются одного и того же мировоззрения. Прошло девять месяцев с тех пор, как идет военный конфликт России и Украины с февраля этого года. Кремль описывает войну как специальную военную операцию по искоренению неонацистов. Запад осудил это как постимперский захват земель. Хотя есть вопросы о точности опросов во время войны, но они показывают, что явное большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине. 31-летний Владимир после 45 минут тренировок с автоматическим оружием Калашникова. На этих занятиях, как вы можете увидеть, мы проходим военную подготовку в городах, которая для нас, гражданских лиц, которые не служили в армии, может оказаться очень полезным навыком, если нам нужно будет защитить наши дома или если нас нужно будет отправить на фронт, чтобы защитить нашу Родину. Владимир может быть решительнее, но другие молодые россияне, особенно в крупных городах, гораздо меньше поддерживают войну и скептически относятся к государственному телевидению. Десятки, если не сотни тысяч мужчин призывного возраста сбежали из страны, чтобы избежать призыва на службу. А некоторые группы, представляющие солдатских матерей, открыто критикуют конфликт и Путина. В клубе патриотической подготовки, который был создан в 2011 году, единомышленники, мужчины и женщины продолжают свои боевые тренировки и оказание первой медицинской помощи, как, например, 30-летняя Соня. Я бы не хотела говорить о политике. У каждого свое мнение о краткосрочной перспективе. Я просто заинтересовалась для общего развития. И если случится так, что моего парня заберут на фронт, я пойду с ним. Возможно, они не дадут мне автоматическую винтовку, но я могу пойти в качестве медицинского работника или волонтера.